Вы же поймите, вы же как-то, вы же, вы такими действиями, вы показываете, что вы против своих же арендаторов. То есть вы не даете им возможности заработать и так же само, ну, и требуете вместе с тем деньги. А если хотите продать, так людям вы скажите, мы хотим вас здесь уничтожить, рынок продать под застройку домов, ищите себе места рабочие. Так вы честно хоть сделаете. Ну, по честности, по совести. Вы вредите своим же предпринимателям, которым вам несут деньги. Называется себе врагом. Зачем это делать? Предприниматели рынка «Союз», что на поселке Котовского, вышли на акцию протеста против, по их словам, незаконным действиям администрации. На данный момент въезд на рынок открыт только с одной стороны, по улице Семена, Палья, 125А. Остальные же проходы закрыты. Тем, кто находится в глубине рынка, приходится с трудом доставлять заказы покупателям, которые ждут снаружи. В то же время предприниматели говорят, что администрация сделала им скидку на аренду в 20%, которая не особо спасает ситуацию. Люди не могут в нормальном режиме выдавать онлайн-заказы со своих торговых мест. То есть всего один фонд и оставить свои телефоны на других воротах, как было раньше, они не могут. То есть аренда должна быть выплачена вовремя. Если люди не выплатят ее вовремя, то пеня никто на диалог с предпринимателем не идет. То есть хотя бы найти какой-то компромисс в этот период, то администрация просто не хочет. Мы считаем это неправильно, так как происходят двойные стандарты. То есть вот если мы подъедем в торговые центры, в большие маркеты, там ничего не соблюдается. И все кассы работают, все отделы работают. Хотя могут там какие-то ленточки чисто условно клеиться. Здесь никто не говорит, открывайте все и не соблюдайте карантинные нормы. Нет, но мы, например, просим, чтобы открыли второй вход, чтобы был отсюда заход и с другой стороны заход. Вы передайте, пожалуйста, в Киев, кто там боится к нам выйти с этого беленького красивого здания. Передайте, что если они не пойдут на уступки к людям, которые им дают зарабатывать деньги. Вы не зарабатываете на производстве, вы зарабатываете на аренде помещений. И люди вам платят. И если вы не пойдете им на уступки, поверьте мне, вы будете потом долго и нудно жалеть. Потому что вы не... Иначе бы вы нам погружаете. Я вам не погружаю, я вас предупреждаю, что мы все живем в одной лодке, плывем. И от того, как мы будем в этой лодке плыть в нашем городе, зависит на сегодняшний день от администрации рынка. Когда диалог не помогает, в ход идет народный метод. Предприниматели-активисты перекрыли дорогу на улице Семена Полья. Перекрытием дороги мы хотим достучаться все-таки до хозяев вот этого рынка, чтобы через обл. администрацию, через горсовет, то есть создать резонанс для того, чтобы как-то на них повлиять. На них повлиять фактически мы не можем. Людям надо работать, людям надо кормить свои семьи. Администрация же делает все против тех людей, которые платят им деньги. Понять, мы писали письма, обращались к ним за разъяснениями. Очень все глухо. Никто ничего не говорит, не объясняет. Просто вот не дают работать и все. После того, как люди заблокировали движение, с места вопрос так и не сдвинулся. Никто из руководства или администрации рынка так и не вышел к митингующим, поскольку все находятся на карантине. Перекрытие продлилось полчаса, а одесские предприниматели в очередной раз остались неуслышанными. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.